Мастер-класс, о котором мечтает любой спортсмен, но уже не тэквондист из Карачаева, Черкесии. Тренер с мировым именем из Южной Кореи Джан Сенгын прилетел в тысячи километров, чтобы отточить спортивное мастерство наших ребят. Екатерина Токова продолжит. Мы просили, чтобы он приехал к нам и как раз переговорить с ним, чтобы мы постоянно могли два раза в год ездить в Корею, чтобы с их командами тренироваться, потому что у них совсем другие тренировки, нагрузки, другие. Ну и это страна-родоначальница этого вида спорта, поэтому у них опыт громадный. Для самих спортсменов тренировка с Джанг Сенгыном, который воспитал четырехкратного чемпиона мира по тэквондо, необходима, во-первых, эмоционально, тем более, что впереди у ребят выступление на первенстве России для юниора Фанапи. А там боевой дух, ой, как не помешает. Во-вторых, даже пара замечаний от тренера такого уровня способна кардинально изменить боевую технику тэквондиста, а значит, повысить мастерство. Человек с такими регалями приехал и дает мастер-класс таким ребятам, как я. Видно, азарт. Человек фанат своего дела, ему хочется отдачи. Мы сами видим, как он с желанием нас тренирует. А тренирует Джанг Сенгын не только наших ребят. Уже второй год сюда приезжают спортсмены из Уссурийска и Самары. До Черкеска мы были в Корее, и вот там мы тренировались месяц с этим тренером. Ну, там тренировки были на два раза тяжелее, чем здесь. Его стиль работы, на которую он настраивает и самих спортсменов, укладываться по максимуму. Двигаться без остановки, а еще много кричать. Да, кричать. Будь то стандартная тренировка или чемпионат мира. Во время схватки спортсмены пределят. Через крик выходит энергия, снимается эмоциональное и физическое напряжение. В этом есть определенный смысл. Это помогает спортсменам накопить усталость внутри. Причем сам крик или, как называют его, кихап считается боевым приемом наряду с ударами. Дело в том, что, используя определенную технику криков, можно вести противника в состоянии гипноза или с бестолку. А согласитесь, обезоруженный соперник даже на пару секунд – это уже возможность повлиять на исход схватки. Этот прием, а точно легендарным тренером из Южной Кореи, наши ребята отработают уже в ближайшее время на первенстве по тэквондо среди юниоров в Анапе. Екатерина Токова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Чукесия.